Всем привет! И сегодня на канале Алиэкспресс Страна Чудес будет очередной обзор бижутерии. К сожалению, я простыла, поэтому буду скрипеть как старый плавучий чемодан. Но обо всём по порядку. И начну я с не очень приятных вещей. Приехал вот такой вот замечательный с виду кулончик. Очень красивый, очень качественное бронебойное покрытие. Но у продавца заявлено, что это кристаллический кулон, камень-кристалл. На самом деле данный кристалл сделан из акрила. Но, тем не менее, кулон стоил всего 54 рубля. Здесь нет никакого клея. В целом, неплохо и недурно, но, увы и ах, всего лишь навсего акрил. Приехал вот такой вот наборчик в этническом стиле. Очень интересный набор. Несмотря на размеры, всё очень-очень лёгкое. Центральный камень у продавца по-честному написано, что это смола. То есть, ювелирная смола. Ну, кто если не понимает, в принципе, просто пластик. Вклеено всё очень аккуратно. Нигде ничего, никакого клея не торчит на изнанке. Сейчас переверну. Как я уже сказала, очень лёгенький наборчик. Но я считаю, что цена всё-таки завышена. Ну, вот не то качество это, чтобы вот прям вот была такая цена. Сделано, как подчернённое серебро. Но, тем не менее, ну, для коллекции, вот чтобы было, бейлик вот такой здесь подвижный, в принципе, вполне неплохо. У продавца очень много наборов вот в таком вот стиле. Разных всяких. Центральные камни там есть и жёлтенькие, и синенькие, и зелёненькие. И кому что, как понравится, зайдите, посмотрите. Может, кто-то что-то себе присмотрит. Но, в целом, я говорю, как для коллекции, вот чтобы было нечто подобное, да, в коллекции своей бижутерии, вполне себе не дурно. Я не жалею об этой покупке, но всё-таки считаю, что цена всё-таки завышена. Приехал вот такой вот замечательный браслетик с циркончиками. К сожалению, ссылочка уже сгорела, поэтому много заострять внимания не буду. Есть, нашла похожий, похожий браслетик, но там цвет камешков немножко другой. Ссылочку оставлю. На этот уже ссылочка, к сожалению, сгорела. Увы и ах. Приехала очередная брошка для очков. Я уже показывала вам вот такую, да, брошку с кнопкой. Она на магните, чтобы носить очки. Сразу сегодня же покажу. Приехали очки, заказывала специально для увеличения. То есть я уже показывала вам очки с увеличением, но заказала себе вот эти. Они стоили всего 80 рублей. Здесь пластмассовые стёкла. Они особо ничем не выдающиеся, да. Но так вот, если брать, чтобы просто было видно, что... Они очень хорошо увеличивают, точно так же, как и очки-лупы. Что понравилось в этих очках, просто не хочу снимать на них отдельно обзор. Здесь вот такой хороший механизм с пружинкой на дужках. То есть они сами вот так вот доскладываются. И очень красивенькие, миленькие дужки здесь в этих очках. Такие прелестные. Можно выбрать цвет. В целом больше ничего об этих очках говорить не о чем. Как бы очки для чтения плюс 3. В принципе, вот специально взяла проверить, будут они увеличивать так же, как очки-лупы или нет. В принципе, разницы особой не увидела. Тем более, что эти очки стоили всего 80 рублей. Так вот, про очки я. Кто-то спрашивал, что не потеряешь ли очки на этой брошке. У неё вот этот механизм, он подвижный. И если вы наклонитесь, то очки у вас никуда не выпадут. Поэтому брошечки эти очень хорошие. Вот это стоило, по-моему, 116 рублей. Вот такой вот прямиленький листик. И здесь вообще очень сильный магнит. Вот так вот. То есть даже вот видите, как исцарапало, пока выдирало этот магнит. То есть магнитики очень хорошие. Очень прикольная вещь. Я говорю, кто носит очки, всем рекомендую. Закажите или вот такой, или вот такой. Вещь просто прикольная. Ну, даже необычная. Очень многих вы сможете удивить вот такой вот интересной штукой. Так, далее. Далее даже не знаю, о чем продолжить. Наверное, вот такое колечко возьму. Вот такое интересное, миленькое колечко было. Не знаю даже, почему я его купила. Потому что все брали, и я поддалась общему, да, скажем так, влиянию. Колечко очень интересное. Но мне оно не понравилось тем, что вот его неудобно носить на руке. Вот неудобно. Мне, мне вот здесь вот это все мешает. Поэтому лично я буду его использовать как колечко для шейных платочков. В целом, колечко очень недурно сделано. Прикольное. Но как кольцо для пальца носить точно не буду. Буду использовать как для шейных платочков. Дальше покажу вам вот такие вот бусинки. Все, мне никак не приедет браслет. Под Пандору, к сожалению, все никак не приедет. Бусинки вот такие вот интересные. Могу сказать, что у продавца, у которого я брала, вот такая леечка прикольная. У меня уже дочка на нее глаз положила. Заказала дочке браслетик, чтобы дочка носила. Вот такие бабочки. Вот такая вот интересная бусинка с голубой эмалькой. Бусинки очень хорошие. Но продавец. Продавец-гаденыш сейчас поставил доставку 200 рублей. Поэтому я оставлю ссылку на другого продавца. Я оставлю там, где я покупала, и на другого продавца. Можно выбрать там другие бусинки. В лоте очень большой такой ассортимент для выбора. Так вот, чем еще плохо продавец? Продавец мне дал левый трек. То есть по треку отслеживалось полностью, и было что-то там получено, но в другом городе. Я ждала до последнего, пока не истечет срок защиты. Срок защиты уже почти подходил к концу. Бусинки все-таки мне приехали. За это, как говорится, спасибо продавцу, что нервы не выматывал. Да, и все-таки товар пришел. За левый трек ему, естественно, снижу оценку. И сейчас, как я уже сказала, он поставил ужасно платную доставку 200 рублей. Так что, как бы остояли всего бусинки, всего стоят 3-4 рубля за штуку. То есть это просто сущие копейки. И еще в одном магазине у меня заказан браслет под Пандору, и все он мне никак не приедет. Приедет, я думаю, что я еще раз покажу. Еще у меня бусинки под Пандору заказаны. Обязательно тоже покажу. В целом, бусинки очень хорошие, качество мне понравилось. Тем более, за такую смешную цену 34 рубля за штуку. Так, это что по бусинкам? И что у нас остались? И остались у нас сегодня сережки. Вот такие от Янкин дома. Очень похожи на наше российское золото. Если с кольцом. Но все-таки чуть розовее, чем наши. Мне очень понравились здесь замки. Вот замки здесь просто чудо. Я вообще люблю такие колечки, я вам показывала. Замки очень тугие. Открыть их очень сложно. То есть потерять эти серьги практически невозможно. И захлопываются они со щелчком. То есть, я думаю, слышно было. Очень качественно сделаны замочки. У него, у Янкин дома, несколько таких вариантов сережек. Но сделано настолько хорошо и красиво, что если одеть на ушки, никто даже не подумает, что это не золото. Очень хорошо сделаны сережки. Очень. Мне понравились. И очень качественные застежки. Вот это, что просто вот прям удивило, что застежки вот прям бронебойные. Никаких изъянов. Все знают, да, прекрасно, что у таких застежек бывают какие-то косяки. Они бывают обычно слабоватые. Или что-нибудь там бывает туго как-то. Идет наоборот, закрывать тяжело, да. Что не попадает сюда, бывает. Но тут прям удивительно, как мне понравилось, как сделаны замки. Может быть, в этот раз мне так серьезно повезло. Ссылочка, естественно, будет внизу в описании. Собственно, девочки, на этом сегодня все. Все ссылочки будут внизу в описании, как обычно. Всем удачных покупок, мира и добра. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok